2 декабря состоялось праздничное мероприятие под названием «Аллея звезд» для детей, не понаслышке знакомых с трудностями жизни с ограниченными возможностями. Чего нельзя сказать о талантах ребят. Радость и мгновение на сцене они поделились со всеми, зрителями помогли им, в этом и волонтеры филиала «Божгу». В нашем городе проживают больше 400 маломобильных детей. Помогать в сложных ситуациях стараются неравнодушные предприниматели, компании и учреждения. В этот вечер их поблагодарили за оказание спонсорской и другой помощи. В течение этого года все заезды приходят к нам детишки и проходят такие развлекательные мероприятия. Мы их посвящаем в спортивную жизнь, а также у нас идут занятия для них, спортивные оздоровительные занятия, где они могут посмотреть, поучаствовать и порадоваться своим достижениям. Наше предприятие в 2012 году им уже один раз такую спонсорскую помощь для ремонта здания сделали. Мы посмотрели, они эти деньги освоили и во всяком случае ремонт в этом здании очень неплохой сделан. И в этом году решили еще раз Шене Гузьмановичу подарить им спонсорскую помощь в размере 500 тысяч рублей для приобретения оборудования или автомобиля. В четверг у Дворца молодежи состоялся еще один концерт для людей с ограниченными возможностями. В программе праздника были номера городских объединений, а также коллективов нефтекамского психонерологического интерната. В своем выступлении заместитель главы города отметил, что в городе проводится большая работа по созданию комфортных условий для особенных горожан. В этот день мы должны вспомнить, что у нас примерно 10% населения с ограниченными возможностями и требует себе внимания, особого внимания. В нашем городе тоже много делается для оказания помощи инвалидам. Город принял программу «Доступная среда». По этой программе мы сегодня работаем, начиная с детских садов. В этот день люди, которые цели жизнь, как никто другой, забыли о трудностях и смогли провести время в праздничной атмосфере. Анастасия Кригородова, Артур Мерцегитов, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».